Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. Обо всем этом мы уже в течение нескольких лет рассказываем в эфире телеканала Хабар 24 в проекте Хайтек. В начале этого года мы вспомним самые интересные новости последних 365 дней. В студии Иван Тулинов в течение следующих нескольких минут мы расскажем, как менялся наш мир в 2020-м благодаря технологиям. SpaceX и Blue Origin построят корабль для путешествий на Луну. Весной 2020-го NASA определила компании, которые будут работать в рамках проекта по колонизации спутника Земли. Контракты получат SpaceX, Blue Origin и Dynetics. Их главная задача — создание к 2024 году систем высадки людей на Луну. Американцы очень спешат с реализацией затеи, и правительству очень хочется начать обживать Луну. Конечно, для этого потребуется совершить настоящий прорыв в разработках, связанных с роботизированными механизмами для космоса. В прошлом году миллиардер Джефф Безос, владелец Blue Origin, представил дизайн лунного корабля Blue Moon. SpaceX другого американского богача Илона Маска совершил пилотируемый полет на орбиту в мае. Компания также разработает свою систему посадки для космических кораблей, которые смогут доставлять грузы на Луну. Третья компания — подрядчик NASA по проекту Artemis Dynetics. Задача у неё та же. В NASA считают, что выбор трёх разных компаний позволит агентству иметь запасной вариант, если какая-то фирма не будет справляться. Илон Маск отправил в космос ястреба. В феврале 2020-го команда SpaceX рапортовала о скором запуске ракеты Falcon 9. Вот так проходила подготовка к финальным испытаниям космического корабля Dragon и ракеты Falcon 9. А в мае компания Илона Маска совершила первый пилотируемый полет на этой ракете, тем самым, по сути, вернув США в число стран, которые имеют возможность посылать человека в космос. NASA не отправляла ракет с астронавтами с мыса Канаверал с момента последнего полета шаттла в 2011-м. Американцы покупали билеты в космос у России и летали на российских ракетах. Затем правительство решило устроить соревнования между SpaceX и Boeing. Компании должны создать ракеты, которые вновь позволят США летать за пределы земной атмосферы на собственном оборудовании. Япония в 2020-м решила тоже отправиться к страху и ужасу. Космическое агентство страны организовало проект по отправке к спутникам Марса роботизированной миссии в 2024 году. Издание MIT Technology Review сообщает, что японский исследовательский аппарат посетит спутники Марса Фобос и Деймос для забора проб грунта. По данным японского космического агентства, космический корабль Martian Moon Exploration или MMX будет использовать нейтронный и гамма-спектрометр для определения химического состава Фобоса и Деймоса. Название этих небесных тел переводится как «страх и ужас». Позднее MMX осуществит посадку на Фобосе. Далее в дело вступит небольшой марсоход, он соберет образцы грунта с глубины 2 см. Основные цели миссии — исследовать происхождение двух спутников Марса, найти доказательства присутствия воды на Деймосе и Фобосе и собрать данные о гравитационном напряжении, которое, как ожидается, должно разорвать Фобос на части через 30-50 миллионов лет. Хабблу-30 в 2020-м один из самых больших телескопов отметил юбилей. По этому случаю исследователи НАСА опубликовали серию потрясающих снимков двух отдаленных туманностей. Вероятно, это лучшая и весьма необычная открытка, которую в день рождения может получить телескоп, уникальное фото, сделанное им же самим. На снимках две туманности, которые имеют название NGC 2020 и NGC 2014. Телескоп Хаббл строили 10 лет, затем он отправился в космос на борту космического корабля Discovery. Это случилось 24 апреля 1990 года. В НАСА хотели иметь обсерваторию, на работу которой не влияют искажения от прохождения световыми волнами атмосферы. Телескоп был назван в честь американского астронома Эдвина Хаббла, который в 1920-х годах выяснил, что Вселенная расширяется. До 2009 года астронавты посещали Хаббл пять раз, чтобы усовершенствовать и отремонтировать. С помощью этого телескопа удалось доказать существование сверхмассивных черных дыр и обнаружить, что они расположены в центре большинства галактик. Хаббл помог определить возраст Вселенной, который равняется 13,8 миллиарда лет. Вычислили и скорость расширения Вселенной с погрешностью всего в 3%.